Вишневое варенье у нас сегодня. Здесь у меня 2 килограмма промытой вишни. На 2 килограмма вишни 2 стакана кипятка, стакан у меня 200 граммовый и 2 килограмма сахара. Один к одному сахар добавляется. Вот так вот в теплую воду постепенно добавляем сахар, чтобы он сразу растворился. Сироп у нас закипел, добавляем нашу вишню. Добавили, мешаем аккуратненько силиконовой лопаточкой. Нам надо, чтобы все ягоды утонули в сиропе. Все перемешали, выключаем, даем остыть. Оставляем до полного остывания. Варенье наше остыло. Ставим на плиту второй раз. Поставила на максимальный огонь. Вот пока она остывала, из-за того, что я с ягодами вместе сироп не кипятила, а просто положила ягоды в сироп, на дне вот образуется во время остывания вот такой вот сахар оседает. Поэтому надо силиконовой лопаточкой первые 2-3 минуты вот так вот дно именно мешать, поднимать оттуда сахар, чтобы не приставало и не пригорело. Все, как только закипит, буду кипятить 5 минут, потом выключу. Кипит варенье уже 5 минут. Выключаю и оставляю остывать на 8-9 часов. Можно оставить на ночь. Итак, прошло у меня 9 часов. Вишня пропиталась сиропом. Посмотрите, какой красивый цвет у вишни. Отдала свой сок. Буду теперь варить до готовности. С момента, как закипит, приблизительно 10-15 минут. Но через 10 минут буду смотреть. Где-то 15 минут займет. Обычно так и занимает 15 минут. Заметьте, что я лимон не добавляла. Ни лимонную кислоту, ни лимон, потому что вишня сама достаточно кислая. Там кислоты вполне хватает. Больше добавлять... Ну, я не добавляю. Может, если кто хочет, может. Но нет необходимости. Итак, закипело наше варенье. С этого момента буду вести отчет для вас. Посмотрим, через сколько времени у меня оно будет готово. У вас может быть по-разному. Зависит от посуды, от плиты. Хочу показать вам, как проверять на готовность. Для тех, кто не видел мои ролики остальные. Значит, берем салфетку, капаем сюда. Просто вот так вот макаем и капаем. Видите, салфетка намочилась. Значит, варенье еще не готово. Прошло у меня 10 минут. Проверяем еще раз. Видите, еще не готово. Прошло 10 минут. Проверяем каждые 2-3 минуты. Прошло у меня 15 минут. Проверяю. Проверяю я каждые 2-3 минуты. Все, капля стоит. Салфетка не намокает. Я выключаю. Варенье у меня готово. Как ни крути, у меня все время получается. Третий этап. 15 минут. Плюс-минус 2-3 минуты. В основном 15 минут. Все, выключаю, раскладываю в горячие банки, горячее варенье и закрываю горячими крышками. Пену собираем обязательно. Если встряхнуть со всех сторон, пена собирается по сведению. Можно легко ее взять. Все раскладываем в горячие баночки. Все раскладываем в горячие банки. Все раскладываем в горячие банки. вот такое варенье у нас получилось хочу показать вам сироп он еще не совсем остыл еще загустеет баночки вот так вот вишенка выглядит напоминаю рецепт значит первый раз делаем сироп доводим до кипения сироп кладем туда вишню перемешиваем и выключаем даем остыть остывает где-то приблизительно 3-4 часа второй раз даем закипеть даем остыть 8 9 12 часов у кого как получится и третий раз доводим до кипения с момента как закипела у меня прошло где-то 14-15 минут до готовности у вас может быть по-разному плюс-минус две-три минуту после 10 минут как закипит каждые две-три минуты проверяем чтобы не переварить или как бы слишком жидко не оставить так вот вот столько у меня получилось из двух килограммов надеюсь вам все понравилось у меня все всем пока пока